Преступление произошло в конце рабочего дня. Вооруженные люди ворвались в ювелирный салон и смелись при лавках все драгоценные камни и золотые украшения. Нетронутыми оставили серебряные изделия. Сотрудники магазина до сих пор не могут оправиться от шока. Пожалуйста, не снимайте. В вечернее время, не установленными лицами, было совершено разбойное нападение на салон ювелир города Коряжма, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, используя в качестве оружия предмет, внешне схожий по конструктивным признакам с пистолетом в отношении продавца салона, были открыты похищенные денежные средства изделия из золота. После чего, вместо преступления с похищенным имуществом, не установлены лица, скрылись. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. По соседству с ювелирным магазином в этом же подвале расположено ателье. Женщина, которая там работает, рассказала о том, что видела. Я просто вот там была, как они побежали вот сюда в двери, все со спины, думаю, что-то шустрые какие мальчишки. Вот и все. А приметы вот что приняли? Ну они что в черных куртках вот в таких, а там как вроде как вязаные шапки. Ну быстро же, мгновенно, и они как бы так в припрыжку, типа вот как в автобус ломятся. В данном факте возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 Уголовного кодекса РФ. Разбой, то есть нападение в целях хищения тяжелого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья с использованием в качестве оружия предметов, внешне схожих по конструктивным признакам с пистолетом. Напомним, что аналогичное преступление произошло 14 ноября. Тогда двое вооруженных людей обчистили кассу магазина детской и подростковой одежды «Растишка» на проспекте Ленина. Насколько эти два преступления взаимосвязаны и одних ли это рук дело, выясняют следственные органы.